Добрый вечер! Мы продолжаем нашу серию уроков. Сегодня мы опять остановимся в сторону нашей книги Я хочу сделать такой обзор на урок по нескольким интересным урокам Рава Шерке и в конце добавить пару своих мыслей и за это, в общем-то, я этот урок и провожу, потому что у меня в голове просто сложилась какая-то цельная картина. Тема урок от физмофеминизма будет у нас на сегодня. В общем-то, тема сложная и очень приятная. Тогда давайте начнем. Первое. Вот я на просторах Фейсбука встретился с одним интересным заявлением о том, что законы, они для того, чтобы их соблюдать и выполнять. А что вы думаете по этому поводу? Еще раз, чтобы их что? Законы – это для того, чтобы их соблюдать. Наказания, которые в законе, для того, чтобы их делать, осуществлять и так далее. Мой любимый писатель Пратчетт, у него есть такая цитата известная, законы даются для того, чтобы ты подумал перед тем, как его нарушить. Ой, какая красота! Какая красота! Так вот, законы и наказания. Вот, по крайней мере, мы сейчас говорим у нас про иудаизм. Их цель – это совершенно не, чтобы их выполнять. Вот так. Как общее. Понятно, что есть законы, которые выполняются, и законы, которые не выполняются. Например, самые известные примеры законов, которые написаны не просто, а которые написаны у нас в Туре. И они не для выполнения. Известные примеры. Известные примеры – это Бен Сурора Мурал и Ирани Дах. Правильно? Да, по их поводу есть спор, но, скорее всего, видимо, так или иначе, это законы, которые никогда не исполнялись, и этого вообще, видимо, в мире не было. Гмара говорит, что законы были для того, чтобы их учить. Интересно, да? В Туре написаны законы для того, чтобы их учить. Но это не единственный пример. В общем-то, все… Я сейчас протестирован в шарке. Единственное, что я не нашел сейчас там урока, поэтому стата будет немножко. Примерно. Есть закон о том, что неевреи, которые соблюдают шаббат, ему положена смертная казнь. А, нет-нет-нет, вру-вру-вру-вру-вру-вру-вру. Я буду другой закон сказать. Нет. Есть закон, что нельзя спасать жизнь нееврея в субботу. Соответственно, все начинают вилять и пытаться сказать, да, сам ли, но это не потому, что жизнь нееврея, она не такая ценная, потому что там в субботу это не важно. Приходит Рафшарик и говорит, ребята, что с вами? Не только в субботу нельзя спасать жизнь нееврея, но и в будни тоже нельзя. А с другой стороны, на практике спасают и в будни, и в субботу. Рафшарик говорит, ребята, вы что, с ума сошли? Вы, как это, нееврея, вы вышли лысые с собой в сторонку. Если вы такой закон себе делаете, то вы такие вот буки-бяки, нехорошие ребята. А если вы его еще не выполняете, то вообще сам непонятно чего. Вот какому-то потом выводу приходит, я немножко подзабыл, но идея, она как бы ясна. Есть закон, а выполняется он на практике вообще чисто противоположно выполняется. Следующий пример. Практически все законы о смертной казни в иудаизме, эти законы не для выполнения. Понятно, о чем я говорю, да? Известный Агмаран, где Раби Акива говорит, Сангедриен, который раз в 70 лет присуждал человека к смертной казни, докровал Сангедриен, а вот присудил тогда, присудил не тогда. Вот если бы я там был, его бы тоже не присудили. Практически, то есть теоретически, вся Тора от начала до конца. Мог Юма будет убить так иначе и по-другому. Практически. Более того. В том же Моге написано, когда стало много убийц, Сангедриен прекратил судить убийц. Когда стало много прелюбодеяния, Сангедриен прекратил судить прелюбодеяния. То есть, опять-таки, есть закон, а его выполнение, если опять-таки издаст наш закон, он получается в достаточно большом количестве случаев не для исполнения. Женщина. Нельзя ей давать как-то свидетельствовать в суде. А когда надо свидетельствовать? Когда очень надо, женщина тоже свидетельствует. А, когда надо. Когда надо, свидетельствует. Опять лицей с собой встал. Опять это самое. И палки получил, и рыбу тухлую съел. Зачем это надо? Это первый вопрос. Ну, давайте, вы попытайтесь сперва, а потом я вам предложу, какое у меня понимание этого подхода. В общем-то, оно базируется на Рафшарке. Но сперва я хочу послушать вас. Итак, законы у нас, получается, в иудаизме, по крайней мере, их часть. Они не для того, чтобы их соблюдать. А для того, а для чего же они тогда вообще должны? Так вот, давайте сформулируем вопрос. Просто. Чтобы учить из них кабалу, или нет, нет, не кабалу, мусар. Мусар учить. Учить из них мусар. Хорошо. Как это? Тепло. Тепло. Хорошо. Так. Учить из них мусар. Хорошо. Кто-то хочет еще что-то сказать? Хорошо. Тогда свожу в помощь. Ну, на самом деле, может быть, с разной точки зрения можно давать совершенно разные ответы. Я поэтому не хочу вылезать. Хорошо. Потому что, в принципе, и, конечно, обычно, вот это то, что Расчет говорит. Надо подумать перед тем, как нарушить, и, соответственно, надо подумать перед тем, как выполнять или не выполнять. В смысле, все-таки иногда смертная казнь, да. В том же самое геморрак, который говорит, что не был никогда Ло Эльо Неврайт сына и города. А другой говорит, а я сам вот видел разваленное, а я сам сидел на его могиле. То есть не то, чтобы это совсем не... Она не полностью говорит, что этого никогда не бывает. Но такие крайние вещи иногда бывают. Когда мы доходим до какого-то уровня, все, дальше уже можно и применить закон. То же самое со свидетельствами женщины. В каких-то случаях любые свидетельства принимаются только, чтобы спасти ситуацию, бывает? Но не во всех случаях совсем. Но это не философский ответ, а такой вот коммунический. Значит, ответ, который я хочу предложить на ваш стол, он такой. Закон – это, в данном случае, по крайней мере, то, что мы разбираем. Это моральный империатив. Это, как, например, охроза. Это я чего-то возвещаю, чего-то утверждаю. Какой-то, вот как Дина сказала хорошо, какой-то моральный месседж, какое-то моральное утверждение этим законам я хочу сказать. А практическая реализация совсем не обязательна. Вот я пойду сейчас в сторону того, допустим, что сказала Нехама. А в дополнение к этому я всем расскажу один очень интересный и вообще хедуш очень классный, тоже из Равшарки у Рамбом. Есть тоже закон, который все мы обожаем, про него там разговаривают. Это око за око. Вот эта вот резкая такая жестокость. Вот у них в Торе написано око за око. Глаз нужно вырвать и зуб за зуб. И потом мы начинаем объяснять, что на самом-то деле это все деньгами нужно окупить. И закону не для его простого выполнения. Рамбом пишет, не помню где, он в одном из своих писем, что у него есть объяснение, как понять, как согласовать то, что написано в Торе с тем, что нам говорит устная традиция, но он этого сказать не может. Это то, что Рамбом пишет в письме. Честно, начинаем искать. Сказать не может, но может быть намекну где-нибудь, что делать. И вот то, что слышал уроки Равшарки, то, что пишет его сын на всем местах, где этот закон упоминает, а то, что пишет Рамбом, вроде бы там ничего так особенно не нашли. Есть там интересное место, где Рамбом объясняет про этот закон. Про око за око, глаз за глаз, зуб за зуб. Никуда ты не идешь от нас. И он говорит, что в суде Иошо Бену, как он называется, Иисус Навин, да? Вот, естественно, применялся он, как вот уже, он учит нас устная традиция, деньгами. Возникает вопрос, а почему Рамбом написал в суде Иошо Бену? Был же до того суд Моисея Мошарабейну? Может быть, Рамбом нигде не упоминает Бейдин суд Моисея? Нет, это упоминает, а упоминает сам. Рафшарки говорит, что на самом-то деле дело было так. В поколении Мошарабейну этот закон действительно применялся, как написано в том. А после Мошарабейну этот закон уже у нас применяется как деньгами. То же самое, кстати, и по поводу смертной казни за нарушение субботы. В Торе описан один случай применения этого закона. Микошеш. И, в общем-то, грубо говоря, все. То есть, да, как Мохарабейна сказала, есть вот, чтобы, как бы, ну, не совсем уже посмеивались и смеялись над законом, его нужно как-то применить один раз. Но с этого момента, по крайней мере, если мы говорим про закон Эфтори, основное его использование, это как, это не как закон для использования, не как закон для соблюдения или там наказания для того, чтобы вот на каждой площади сейчас начали вешать людей или закидывать их в камни. А закон, он для, это культурное принципиальное, культурное принципиальное, как сказать, слово, амираа, это идеология. Еще один пример этого, это может быть, допустим, то, что Раши пишет у нас в Торе, это уже не закон, но, тем не менее, как в Торе это написано. Когда у нас написано, сделаем человека. Раша тут же воскакивает и говорит, ребята, как это сделаем человека? Вот все же придут и скажут, так сказать, Бог тут у нас не один, у него там на Олимпе целый сон, там их много, Бог с помощниками, с англами там, не знаю, с другими богами, сделать человека. В Торе же самое написано, что же делать будем. И Раши дает моральное объяснение, что тот, кто хочет ошибаться, пусть ошибается. Мы можем сравнить разные строфы и станаха и понять, что все-таки Бог ты сделал сам. А нам нужно выучить из этого моральную вещь о том, что даже когда главный может сделать что-то и решить что-то сам, ему стоит посоветоваться с подчиненным. Но неважно. А идея, о которой я хочу сказать, что у нас в иудаизме знаком, он не обязательно для того, чтобы его соблюдать. Очень часто он именно для, как, это лозунг, это для того, чтобы какая-то идея культурная была понята, продвинута, как-то въелась, что называется, в печенке. И это уже хорошо. Допустим, если мы возвращаемся к тому же самому нашему любимому закону, глаз за глаз, хвост за хвост, зуб за зуб, то его идея наша понятна. Это идея мера за меру. И это уже моральная, глубокая идея, которая очень нужна. Очень нужна. Мера за меру. Поэтому Туран не стесняется, что закон может быть понят неправильно. Говорит тебе очень резкими выражениями. Мера за меру. Мера за меру. То, что тебе положено. Так морально должно быть. А реально мы уже это решаем по-другому. Это первое. Значит, теперь мы сделаем остановку и откроем следующую тему. Мы уже немножко упомянули. Поэтому я сейчас скажу про равенство. Пытаемся говорить. Соответственно, с равенством, как известно, у нас в мудаизме не все равны. Мы не начинаем с того, что все равны, а кто-то ровнее. Мы сразу говорим, что не равны. Неравны начинается с Солнца и Луны, с известного Медраша, который говорит спор Солнца, Луны и Бога. И пришла Луна, сказала Богу, не могут как бы попсуки. Написано, что Бог создал Солнце и Луны, два великих светил. А потом сказано, что одно большое, другое маленькое. Сразу приходит Медраж и внутрь вставляет целую историю. Действительно, созданы были сперва одинаковые. А потом пришла Луна, позавидовала Солнцу. Сказала, как же так? Не могут два царя носить одну корону. Северчин сказал, правильно, молодец, вот иди уменьши себя. После этого начинается долгий спор между Луной и Всевышним. Луна, Бог, когда обиделась, меня ни за что уменьшили. И Бог ее пытается утешить. Я тебе туда, дам я тебе сюда. И Луна не утешает. Концерт-концерт, потому что написано, что Всевышний приносит жертву... Жертву... Будете приносить за меня в Рош-Кодиш. Это единственное место в Рош-Кодиш. Это то, про которое Алай написано. Это жертва за... Да, за меня будете приносить и купить его в жертву. Нигде в других местах не написано, это только про козла, которые приносит Рош-Кодиш. Поэтому Рош-Кодиш комментирует вот за меня за то. За меня за то. Значит, это жертва за грех. Что за грех тут всего? Очень интересная идея, очень интересный метраж. Ответ. Идея интересная. Грехов в том, что действительно нет равенства. И Всевышний понимает и признает, что равенства нет. Это плохо. Но мы как бы вынуждены согласиться с неравенством. Почему и из-за чего? Чтобы было продвижение в мир. Чтобы мир мог двигаться, должен быть центр и периферия. Соответственно, принципиально нет равенства. Это плохо. Поэтому Всевышний за это как бы приносит грехоочетительную жертву. Но это то плохо, которое нам нужно с тем, чтобы продвигаться вперед. Залог продвижения это неравенство. Теперь, следующая идея. Значит, я как бы одно сказал, закончил. Второе сказал, закончил. Сейчас третье скажу. Потом мы будем из этого острова потихонечку пытаться сложить пазл. Мозаи. Третья идея. Идея, когда она продвигается вперед, во время человеческой истории, она утончается. Становится более тонкой. Давайте попробуем продемонстрировать это на примерах. Например, наше отношение с Всевышним. Он утроиственный. Раб. Сын. Жина. Да? Им кебаним им кебадим. Если как к сыновьям, так там оконечить. Или как к рабам. Им широ ширим. Да? Отношение Аэфо. Или там у пророков. Где? Разводное письмо, которое получила ваша мать. Да? То есть отношение ко Всевышнему мы видим в простом. Раб. Сын. И супруг. Супруга в нашем случае. Мы можем сказать, что та же самая идея. Просто она идет и утончается. С поднятием человека человечества эта идея приобретает, открывается она в другой форме. В более тонкой, в более утонченной форме. То же самое, то же самое с другими идеями. Возвращаясь к идее неравенства, допустим... А, вот. То, что мы договорили, так сказать... Евреи и не евреи. Зачем нам нужен этот закон, что не жизнь... Жизнь не еврея, в субботу мы не... Когда на самом-то деле закон, потому что не только в субботу не нарушаем, но и в будни мы тоже этого не делаем. А практически делаем это и в будни, и в субботу, как мы сказали. Потому что мы поняли, как моральное заявление, что евреи и не евреи неравны. Это не то же самое. Опять-таки, нам не жалко. Нужно продвигаться вперед. Чтобы евреи и не евреи продвигались вперед, нам нужно четкое заявление о том, что они неравны. Теперь, что будет в будущем мире, что будет дальше. Дальше и тоже будут неравны. Дальше все не евреи поднимутся на уровень евреев. Но евреи протокнутся еще выше. Это пророк об этом пишет. Вот. То же самое у нас с мужчиной и женщиной. они неравны. И это неравны для того, чтобы у нас была возможность продвигаться. Но, как мы только что уточнили, идеи с продвижением становятся более тонкими. И, как мы уже сказали, это первое. И, как мы уже сказали, идеи становятся более тонкими. И не всегда то, что нам нужно, это реальное соблюдение закона. Очень часто то, что нам нужно, это моральное утверждение. Итак, мы более-менее пришли к нашей теме, куда я хотел прийти. Это женщины и феминизм. Соответственно, идея о том, что люди неравны. В данном случае мужчина и женщина. Ей нужны, она не может оставаться как идеи, ей нужны какие-то в мире она должна как-то реализовываться. Наши традиции реализуются в том числе, да, покупкой. На свадьбе мужчина символически покупает женщину. Это называется, это как бы обряд свадьбы. Теперь. Если мы еще можем более-менее как-то отнестись к обряду свадьбы, у нас эта покупка, она присутствует в гораздо более резкой форме в другом законе. Можно. Не обязательно. По поводу радости, что исключение радости это такое исключение разное болото. Энтропийное. Энтропийное, да. Это то, кому. И на самом деле одно из, то есть первое разделение, которое у нас в истории, это разделение нервной земли, которое это было бы во второй день творения. Это во второй день творения. и одна из феминисток, она сказала, что это вообще была, которая была, она сказала, что это самая первая патриархальная жестокость. То есть можно, конечно, это пожать плечами, сказать, что это что за глупость, но на самом деле как бы тоже мы хотели сказать, что не сказано в Йомшине ни китов, поскольку это первое разделение, которое небо, разделение между небо и землей, это то есть именно та одна из вещей, которая для развития какой-то неравенства. То есть с физической точки зрения тоже у нас есть, когда у нас все равно, то у нас нету движений. Когда у нас есть какое-то какое-то пустое пространство, то это позволяет развиваться. мы хотим продвигаться дальше. Спасибо за это. Мы хотим продвигаться дальше. Естественно, какая идея? А, значит, идея покупки женщин. У нас есть более грубый закон это про продажу дочери. Есть закон, который позволяет отцу продать дочь в рабство. То есть здесь это уже реально продажа гораздо более грубая, чем во время брака. Дочь продается в рабство и покупатель имеет право ее взять в жены либо дать жену своему сону. Ну, то есть, чтобы люди не упали в обморок по поводу этого страшного закона, я объясню, конечно, что этот закон был, конечно, очень хороший именно для девочек, это происходило обычно в бедных семьях, которые этот лишний рот, он, прокормить его было сложно, и была реальная возможность, что жить эта девочка будет как-то, что питаться она сможет проституцией, соответственно, такое вот продажа в услужение, которые практически более богатые семьи, практически как бы прямым текстом было сказано, что это в общем-то замуж, и это было хорошо всем, никаких как бы приставания, последующие уже оформлены изначально, и поприставала твоя жена по всем правилам от начала до конца, то есть, для ситуации, которая описывается, это на самом-то деле скорее спасение, чем ужас-ужас, Но возвращаясь к нашим баранам, у нас на сегодня мы сказали, а, значит, соответственно, как мне видеться, уже, так сказать, давайте перейдем до сих это в общем-то все идеи основаны на Рафшарке, частично, видимо, на Рафкуке. Теперь мои мысли по поводу феминизма. Мысли они такие. Основная идея, что равенства нет между мужчинами и женщинами. И эта идея должна остаться. А вот все остальные реальные ее воплощения в жизни и мучное неравенство и так далее потихонечку может сойти на нет при условии соблюдения или принятия общего принципа, что равенства нет. Как мы сказали по всем точкам, которые мы прошлись. Законы не обязательно для того, чтобы их соблюдать. А, по крайней мере, моральные законы, а это как моральный империатив. Законы продвигаются, они утончаются равенства. И поэтому в нашем случае, если будет возможность оставить идею о том, что равенства здесь нет, и теперь в чем сама идея, в чем конкретно нет равенства, это тоже может быть запросто динамическим и изменяться из поколения в поколение, но должна остаться принципиальная идея о том, что нет равенства, тогда уже реальные неравенства могут вполне сойти на нет. Это была идея, вот это уже моя идея. Это вот ее уже можно пинать, но вот это то, что я хотел сказать, может быть, переход к этой идее вышел немножко грубовато, но я более-менее закончил, теперь я хочу вернуть к вам микрофон. Давайте это попытаемся обсудить. Ребнатан, еще раз сформулируй, пожалуйста, извини, может быть, я плохо слушал, сформулируй свой хедур. Идея в том, что если неравенство между мужчинами и женщинами будет на уровне объявления принято, принято, то реальное неравенство может уйти, это то, что происходит на сегодня. То есть на сегодня, допустим, феминистский фронт, он идет по двум, в два направления. Одно это отрицание разности отличий между мужчинами и женщинами. Второе это борьба за права. Вот я хотел сказать, что это мы можем разделить. И если прекратить войну за отрицание разности, то вполне можно идти вместе за уменьшение реальной разницы в по всему феминистскому пункту. Разница в зарплате, разница в правах, разница в том, разница в сумме. И соответственно найти этому и в законе тоже соответствующие варианты, как это исполнять, как это не исполнять. Как много, допустим, пожалуйста, по закону женщина не может занимать серьезную общественную должность. Не может быть начальником, допустим. На сегодня реально этот закон никак не соблюдается и в религиозном среде тоже. То, что еще осталось может быть, еще нет женщин равных. Есть такая страшная борьба за то, чтобы женщину вводили в мацос дать йод и женщины сами не очень готовы за это бороться. Это очень непростая штука. Такие вещи не ломаются быстро и не меняются. Я не сказал быстро, я не сказал просто. Я согласен с вами, но я чувствую принципиально. Где вы видите вообще говоря есть конечно продвижение например есть места в которых женщины в области тары преподавания тары они наравне с мужчинами преподают например колледж нерцог которые устраивают правильно а закон говорит по этому поводу принципиальный изначальный нельзя женщины гморр учить правильно нет там не по геморре они по танаху дают это геморр я говорю то что сегодня происходит даже с точки зрения религиозного да изучение нельзя женщины учить геморр реально с точки зрения религиозного и можно вполне правильно очень но например это вообще очень медленный процесс скажем я просто знаю среди этих женщин есть такая у нас группа ученых женщин меня там ввели я не просила вот и среди них всегда там когда есть перед ну Шанар Абай например или перед Швотом когда есть концентрированные учения в синагогах или где-то в других местах ночью да там обычно вечером всегда идет призыв женщины вы такие такие образы секундочку полминуты я прошу причем продолжайте да они всегда пишут там навстречу празднику или такому дню даже в тех местах где готовы дать женщине слово женщины стесняются даже они продвинутые они преподают для женщин а вот выйти то же то же самое Бали Адумир например они очень долго ну там вообще очень консервативное русскоязычное общество это русскоязычная синагога она очень консервативна в этом смысле там была целая борьба когда они захотели сделать отдельное чтение тары для женщин в Симхаттар там очень долго спорили по этому поводу все-таки потом разрешили и желающих читать фактически не нашлось пришлось меня тогда взять на себя хотя у меня очень плохой музыкальный слух и я уверена что я делаю не саму мне кажется я говорю про что-то другое совсем я говорю как на это сейчас смотреть с принципиальной точки зрения но я не знаю куда это зайдет вот это кажется что есть продвижение а потом смотришь не такой же она серьезная я хочу принципиально подойти к этому вопросу я понимаю вас кто-то еще хочет что-то сказать вопрос в том что может быть они так сильно отличаются что это не знаю это может быть опять-таки это все зависит поколение от того что принято в обществе и так далее но вот на сегодня любое утверждение о том что люди разные это сразу фашизм и расизм да как бы сегодня у нас вот такой нас сметают очень четко вот смотрите вот видите фашисты вас убивали соответственно любая идея о том что люди разные это сразу фашизм и расизм мне кажется мне кажется это не принципиально это какое-то непонимание видимо мне кажется или спор о терминах я не знаю среди феминисток моих знакомых хотя лучше таких которые утверждают что женщина равна мужчине наоборот все знают что женщины рожают детей женщины их кормят это понятие физиологически понятно что с разница но вот если оторваться психологии соответственно этому есть какие-то различия психологические я думаю это тоже никто не отрицает в основном в основном борьба феминистов идет за права как у религиозных так и не у религиозных потому что реально на самом деле даже если в тех местах где права эти навязаны как бы прогрессивным обществом тем не менее если вы обратитесь к представлению АМХа то есть большинства народа вы услышите только там бабы иди на кухню нечути это все понятно но я как бы я не про то хорошо я понимаю что вы не про то да я просто хотела ставить свои 5 копеек если уже хочу сказать пару слов просто у меня вот это вот окончательно хидуш на меня щелкнулся поэтому я хотел с ним поделиться а по дороге я построил немножко паравшарки три ступенчики наши по поводу законов по поводу и так далее все что мы обсуждаем пожалуйста кто-то еще хочет сказать что-то да я да пожалуйста вы знаете мне уже очень давно кажется что женщины действительно не могут занимать политические руководящие посты в силу своей неустойчивости ну то есть она то вверх то вниз ну мы вот это вот обсуждали да я вот стала приходить к такому выводу что женщинам нервы трепать не надо поэтому политикой им заниматься не надо на самом деле им надо спокойно жить там я не знаю рожать и так далее вот поэтому в силу гормональной такой вот женской зависимости я согласна что руководящие посты особенно политические это не очень я не буду относиться к сказанному вам вами и здесь я скажу как они хами вы совсем в другую сторону тянете но это тоже не к темюру дальше Натан у меня такой вопрос то есть если разобрать гипотетическую идеальную ситуацию в которой права женщин максимально уравнены с правами мужчин и социальные роли распределены с учетом в общем короче говоря максимально равноправно вот то мы говорим о том что есть разница которая по сути и собственно говоря и в чем эта разница и почему она нам так важна то есть если опять же не говорить о физиологии и о каких отличный вопрос отличный вопрос я на него отвечу и на это мы закончим потому что время немножко поджимает отлично то что я пропустил на этом разница между мужчиной и женщиной это такая это тоже для того чтобы человек продвигаться более того не просто продвигаться для того чтобы человек мог понять себя потому что когда он одинаковый он ничего не может не с кем разговаривать даже он совершенно разный ему тоже не с кем разговаривать значит построение оно такое у мужчины есть часть женщины и часть мужчин большая часть мужчины у женщины есть часть женщины и часть мужчины и большая часть женщины то есть человек разрезан но неровно есть разница у мужчины большая часть такая но есть часть такая у женщины большая часть такая поэтому возможен диалог но поэтому с другой стороны возможно понятие себя и до всех диалог с кем-то, кто другой, кто совсем другой, и из этого также выходит и выезжает также связь с Богом, но тоже диалог с кем-то, кто, как с одной стороны, похож, вдохнул нас в свою душу, с другой стороны, очень разный, да? Соответственно, как мы сказали изначально, с тем, что человек мог продвигаться, должна быть неодинаковость, должна быть разность, и в этом, как бы, вот об этом рассказывает рассказ о творении мира, когда была взята кость, а вместо нее было положено мясо. Раф Шархи так раз объясняет, что вот мужчина и женщина это вот человек, который разрезанный, но разрезанный не пополам, а наискосочек. Я извиняюсь, я на этом, с вашего позволения, хочу остановиться и с больной помощью мы встретимся. Спасибо, извините, что я тут это самое, просто я со своим феминизмом, актуальными проблемами интересуюсь, а в теории, я думаю, что, наверное, правы, но трудно представить, как это все будет. Можно тоже два слова буквально, просто два слова. То есть, как я понимаю, идеальная история такая, то есть, если мужчины и женщины изначально понимают, что они разные, и более того, они могут проявлять эту разность в себе, то есть через себя, то есть вот я живу через то, что я женщина, например, то нет никакой проблемы мне занимать, например, какие-то посты в государстве, если я изначально понимаю, что я это буду делать не так, как это делал бы мужчина, то есть я буду выполнять эту функцию совершенно по-другому. Отлично, очень хорошо. Ну, я не знаю, но я думаю, что каждый человек выполняет по-другому. Нет, нет, это... Да. Просто на спор сейчас нет времени, я хотел добавить еще одну идею, которая с этим связана. Это разбиение женского образа, который у нас есть в Кабале тоже, на Леврахель, одна как бы домашняя, вторая дикая, одна, грубо говоря, чертовка-проститутка, вторая домашняя, ну, неинтересная хранительница, очага и жена. Нет, ну, вот это... Ты преувеличиваешь. Это... Да нет, у меня есть два слова, поэтому два слова я специально... Да, я... Да самое, да. И в конце концов этот образ, он... Нет, я имею в виду, конечно, есть хабаб и лилит, это то, что я сказал. Есть Рахель в Лилея, то же самое по-маленькому. Но идея, она как бы вот... Одна та, которая хочет уходить наружу, другая та, которая сидит дома. Это... И два раза это повторяется. Один раз, вот лилит, это как бы совсем уходит совсем наружу, она даже в Туре не упомянута, она только намеком. И вот есть хабаб, а потом это возвращается в более утонченном, в более исправленном виде, как праматерь Рахель в Лилея, а потом они должны объединиться опять в один образ. И это тоже, видимо, то, что сегодня происходит с феминизмом. Не зря, кстати, они приобрели к себе этот самый образ лилит. Это тоже, кстати, совсем неспроста, но этот образ, безусловно, нужно объединиться в цельную личность. И, видимо, это разбиение изначально, опять-таки, должно было быть для того, чтобы идея о разности глубже проникла. Но я извиняюсь, на этом мы закончим на сегодня. Мы можем еще раз, в следующий раз вернуться. Можем, конечно. Я за. Давай. До свидания. До свидания, спасибо. До свидания, спасибо. До свидания.